Друзья, всем привет! Вадим! Привет, друзья! Ну, расскажи давай свою историю, как ты пригнал этот автомобиль Ну, посмотрел на тебя Ладно, вначале я хотел бы тебе сказать большое спасибо, что откликнулся, помог Один мой друг сказал, что в Белоруссии можно выгодно купить машину Ну, я к этому отнесся скептически, а потом взял, думаю, дай погуглю Нашел их сайты, автомобили, где продают Начал сравнивать примерно одни и те же машины Сколько стоит у нас, сколько там, и вижу, что действительно, да, выгода есть Потом, естественно, начал интересоваться про растаможку, да, ну, про любые дополнительные расходы Которые будут связаны с приобретением автомобиля в Белоруссии, да, и здесь постановки научат И тоже понимаю, что, в принципе, это, ну, возможно, это реально Жене говорю, слушай, вот такая вот тема, давай что-нибудь Она говорит, ну, все, продавай Санта Мне тяжело, сердце болит, потому что Санта-Фе – это друг семьи Какого года была, может? 12-го года, ну, последний рестайлинг в том кузове Бензиновый 2,4, да, мотор немножко проблемный, но если знать, что в нем сделать, будет ездить долго Поставил объявление, буквально там за неделю продал автомобиль На биржу завел деньги Ну, торгую на Тинькове немножко акциями Поэтому завел деньги на биржу, купил доллары Купил доллары выгодно 56 рублей 70 копеек, ну, округлим до 57 рублей за доллар Начал писать службу поддержки, узнавать у Тинькова, могу ли я снять с карты Тиньков в Белоруссии доллары Да, они мне сказали, для этого заведите карту МИР Я говорю, окей, заведу Но в Тинькове сейчас есть такая отрицательная комиссия Если ты держишь 10 тысяч долларов на счету и больше То ты ежедневно, они у тебя забирают проценты от этой суммы Я не помню, то ли 10, то ли 12 процентов годовых, но они дробят и каждый день тебя снимают Я просто что сделал? Мы открыли карту МИР Мне, жене, сыну, маме 4 карты и по 5 тысяч раскидали Короче, ну, у меня было порядка 20 тысяч долларов, там 19 с небольшим Мы с этой суммой поехали в Минск на карте Получается, я в службу поддержки уточнял несколько раз у разных консультантов В разное время писал, чтобы мне давали разные люди ответы, я их сравнивал В общем, ответ был у всех один И он был такой, что я в Беларуси приезжаю с картой МИР В любом терминале, который загружается на страны валюты, я снимаю без проблем доллары Потому что, он говорит, вы можете на карте посмотреть, на картах всегда обозначено Заходите на сайт банка, карту терминалов, и там написано, в каком валюты загружаются, в каком нет В принципе, то же самое и у Тинькова Я подумал, что я сниму некоторую часть долларов здесь, в России Почему бы нет? Наличные повезу с собой Но по закону, получается, доллары сейчас в России с карты можно снять только ту сумму, которая была на 9 марта На 9 марта у меня на счету было 1300 долларов И только 1300 долларов, получается, я снял Все, остальные деньги, получается, мы раскидали по карточкам и уехали Приезжаем туда Первый день, Минск, красота, заехали в квартиру, отдохнули Квартиру снимал, да? Да, мы снимали квартиру Ты, то есть, прежде чем поехать, на авито нашел в Минске уже квартиру И уже знал, куда ты едешь Да, да, абсолютно верно Мы здесь, мы всегда, когда едем куда-то, мы с женой очень много путешествуем вообще Ну, по России, я имею в виду Своим ходом, вот именно на машине часто катаемся Мы заранее куда едем, уже снимаем, бронируем, мы приезжаем сразу в квартиру Потому что это, ну, может быть, разное время, мы и ночью можем приехать На ласточки ехал На ласточки Приехали, все, покушали, все, и это, ну, думаю, завтра новый день Идем, радостные, с женой снимают деньги А, нету, долларов нету, пошли в другой банкомат, нету По сути, в Беларуси 22 банка И Тинькофф, консультанты в Тинькове сказали, что все эти 22 банка, они являются партнерами Тинькофф И получается, в терминалах этих банкоматов, этих банков, можно снимать доллары беспроцентно Но нужно на месте уточнить, потому что какие-то банки у себя могут, ну, сами вводить какую-то дополнительную комиссию Но основные банки, все, они позволяют снять доллары беспроцентно О, чудо! Приехали, в общем, получается, ни в каком банкомате нет долларов Я такой, что делать? Начинаю просто звонить в банк, говорю, а где у вас банкомат, в котором есть доллары? Они такие смеются, у нас нет банкоматов, как долларов? Я говорю, как нету? Нету? Ладно, говорю, плохой банк Звоню в другой банк Тоже нету И представляете, мне все банки говорят, что они банкоматы не загружают долларами И до меня доходит, почему? Потому что в банкомате я снимаю без комиссии А если я приду в банк, то я буду снимать там по 20 В лучшем случае 15% буду оставлять банку, понимаете? В зависимости от банка, да? В зависимости от банка Там у них Беларусьбанк, он считается самый основной, такой центральный Это как у нас Сбер, у них Беларусьбанк Сбер, кстати, там тоже есть Он берет 20% Банк там БСБ, он берет 15% Ну, если доллары захотите, обналичите Блин, я думаю, это грабительские Звоню в банк Беларусьбанк Я говорю, ну у вас все равно должен быть какой-то Они говорят, да, есть в аэропорт, уезжайте в аэропорт Я приезжаю в аэропорт Подхожу к терминалу, радостный, такой довольный Блин, нету долларов Там даже функции нету такой, чтобы выбрать доллары Я звоню, говорю, девушка, что за дела? Она говорит, а, у нас там два банкомата Один у вас в доступе, один там в зоне перелетов Вы туда не попадете Международные перелеты Я, блин, говорю, ну как так? Девушка, ну нет здесь долларов Она говорит, ну я не знаю, у меня вот нет другой информации У меня информация, что он долларами загружается Я, получается, сколько там, 80 рублей скатал Только на такси белорусских, да? Приехал домой расстроенный Я говорю, блин, мы попали, сейчас деньги снимать Звоню в банк, говорю, как, как быть? А суть в том, что в Беларуси все хотят только доллары Понимаете, да? Кстати, вот по поводу этого Мне в комментариях пишут, что зачем вы доллары снимаете? Можно все купить за белорусские рубли Если вы машину покупаете в автосалоне То, понятно, у них вся бухгалтерия, она работает, ну, с национальной валютой Они не могут работать с долларами Но цены на сайтах везде АВБА, да, вот я основной пользовался сайт Там белорусские рубли и в долларах И все продавцы, они стараются получить доллары А частники, частники, они в основном тоже просят доллары Я говорю, давай белорусские рубли Я уже подумал, может быть, я сейчас снова свои доллары заведу на биржу Продам, переведу в российские рубли На российские рубли куплю белорусские Они мне говорят, вот частники, я звоню по библиотам Говорят, а что я буду делать с этими фантиками? Нам белорусские рубли, они говорят, нужны только для того, чтобы сходить в магазин и купить продукты Мне тоже стало сказать Да, а вот вся остальная жизнь, говорит, это доллары Понимаете, он мне говорит, знаешь, ты мне приведешь белорусские рубли Мы с тобой пойдем в банк, ты их там поменяешь И отдашь мне сумму, которую я хочу за свой автомобиль Понимаете, суть в чем Некоторые, да, соглашались на белорусские рубли Но не все И тут надо уже смотреть, устраивает ли вас эта сделка Потому что, допустим, те, кто соглашались, там машина была никакая Я, в общем, считал разные схемы У меня уже был такой пик отчаяния Я подумал, что мне нужно поменять свои доллары снова на рубли Поехать в Россию, в ближайший город, Смоленск, по-моему, да? Там зайти уже в банкомат и обналичить свои рубли Я это видел выгодным, потому что я купил все-таки доллары за 57 Тогда они уже к 61 на бирже, да? Поднимались Здесь уже был небольшой плюс Но потом привезти их рубли в Белоруссию и купить Белорусские рубли, у банка курс невыгодный В общем, тоже мы посчитали с женой все это на калькуляторе Мы теряли больше 20% То есть, получается, просто в банке снять доллары И отдать за это 15% вот в БСБ банке То это было выгоднее, чем съездить, рубли привезти и купить Белорусские То есть, более 15%? Да, да, ну, по крайней мере, на тот период Это был, что у нас, конец июня, в 20-х числах июня Июля Ой, июля, да, июля В общем, понятно, курс он меняется Но вот тогда мы посчитали из того, что есть Там просто заходишь на сайт, есть сайт, где все белорусские банки И там в онлайне видишь, почем они валюту покупают и продают В общем, мы взяли эту актуальную информацию на этот день Посчитали и поняли, что это поездка плюс затраты по времени на дорогу туда-обратно Ну, если это невыгодно, это больше 20% выходит И мы пошли в банк, пошли на отчаянный шаг снять эти под 15% Приходим, отдаем свою карту в мир Говорят, ваш банк блокирует операцию Я говорю, как? Я звоню опять в Тинькофф Я говорю, слушайте, ребята, что за дела? Ой, дядя Я не звоню в Тинькофф, я пишу туда Ну, да, туда нельзя звонить Я пишу в Тинькофф Спрашиваю, что за дела, блин Вы сказали, без проблем снимите Они говорят, должны снять Я говорю, должен, да Ну, видимо, не обязан Или наоборот, обязан, но не должен Ну, короче, не получается Они там что-то делают, делают У нас нет ограничений Я, блин, опять иду в окошко Она говорит, опять Я говорю, давай карту жены Не получается Я говорю, слушайте, что за... Тинькофф ушел на подумать И мы женой ушли на подумать И к нам пришла в голову просто другая мысль Более, ну, я не знаю, гениальная, может быть, из всех Которые подходили нам в тот период Просто выбрать тачку в автосалоне Нам выставят счет И мы этот счет просто оплатим SWIFT-переводом Про SWIFT-перевод Откуда эта идея пришла? К нам пришло сообщение Прямо вот так вот Встали звезды, так сложились обстоятельства Я не знаю, карта так легла Именно в этот момент, когда мы уже почти отчаялись Не знали Вот, представляете, мы приехали Есть деньги, есть автомобиль Рассчитаться не может И вот приходят сообщения от Тинькова, что открыто Окно, такие каникулы для SWIFT-перевода Для каждого гражданина только один перевод До 3 августа И минимальная комиссия Какая комиссия? Там у них что-то не более 200 долларов Там какой-то процент от суммы Не больше 200 долларов Но не менее 30 Что-то такое В общем, суть в том, что Я SWIFT-перевод делал, по-моему, 17500 долларов И заплатил за это 175 долларов Да, это сколько там? 0,1% получается они брали Мы-то думали, что SWIFT-перевод это легко Как денежки с карты на карту перевел Мы безжим в автосалон Говорим, ребята, примите SWIFT-перевод Конечно, примем Ну, приехал в автосалон У меня, понятно Я взял свой толщиномер Проверять машину Потому что туда приезжаешь Ну, это везде Что в салонах, что участников Там не бит, не крашено Но, кстати, кстати, на заметочку В салонах менеджеры более правдивые Они сразу говорят Проблемы машины Чем частник А я знаю, почему Потому что они за день Они уже устали Они уже сразу говорят Какая машина Если будешь брать Тогда он будет с тобой работать Не будешь брать Он просто время тратить не будет Вот и все Посмотрел машину Выбрал Все подошло Все понравилось Проверил по винам Все, давайте составляем Договор Делаем предоплату Мы 200 долларов оставили авансом Как задаток И они машину сняли с продажи На нее повесили шильдик Так что все, машина зарезервирована А в целом как назывался? Мегаполис Автокаус Ну мне за рекламу не платили Так, все Ну, в общем, заключили договор Дали реквизиты Жена звонит Синьков уже звонит Потому что начала переписываться Но там, оказывается, еще можно позвонить Через само приложение Не все знают Да, и там именно звонок через интернет идет Через приложение И они уже видят, кто звонит Что все это Деньги просто мы все вывели на карту Жены С четырех карт Да, для этого Но этого тоже я упустил Получается, тот, кто оплатил Тот и должен быть в договоре покупателя А мы это не учли Да, я-то думал, я буду И, ну, чтобы я оформлял уже занимался таможней А нет Деньги раз шли от жены То она и покупатель должна быть в договоре И сейчас мне ее с собой придется в таможню возить Думая, что SWIFT перевод это легко и быстро Ну, немножко, как говорится, перегрелись на этой теме В час дня мы начали Все это оформление Жена вот весь день провисела на телефоне И где-то около пяти, наверное, уже дня Консультант сказал, все, мы все оформили, все сделали Ждите результат до четвертого августа Мы говорим, стойте, как это до четвертого? Если окно для перевода открыто до третьего Мы говорим, что нам давали консультацию вообще изначально Что мы деньги можем снять Она говорит, вот кто дал, вы можете оформить жалобу на этого сотрудника И тогда это поможет ускорить процесс Потому что на SWIFT перевода сейчас огромная очередь И поэтому нужно ждать Ну, естественно, я через свой личный кабинет катаю жалобу Через свой Я говорю, что меня консультировали Мне сказали, что я сниму деньги Теперь я нахожусь в другой стране Деньги нет, снимаю жилье вынуждено ежедневно Я прошу помочь вашему клиенту банка И ускорить процесс по SWIFT перевода Нам сказали, что решат все в кратчайшие сроки На следующие сутки, буквально, знаете, все вопросы решались вот так вот по суткам Вот вы сегодня что-то сделали Вот завтра И можно отдыхать Да, и завтра Ответ вот как-то приходит с 12 до часу дня Вот по Москве Мы уже выработали вот это схем Мы все, ждем Все, говорит, мы обработали вашу заявку Все, давайте ускорить Мы опять там пишем Пожалуйста, давайте Мы в день там тратим на жилье там по 100 баксов Нам тут как бы это Жить нам домой надо ехать С нами ребенок Ускорьте Ну, объясняем ситуацию На следующий день все Ваши деньги ушли И сейчас рассматривает комиссия Если что-то им не понравится То они, конечно, и могут отказать Слава Богу, все прошло хорошо В общем, суть в чем Вся эта процедура заняла 5 рабочих дней С нашим ежедневным участием Мы кочкали ежедневно мозги сотрудникам Тинькофф Для того, чтобы они продвигали нашу заявку вперед, вперед и вперед Не знаю, продвигали Либо они нам просто так говорили, чтобы мы успокоились Ну, вот суть такая, что мы уже в пятницу отчаялись Думаем, все, в пятницу уже с утра ничего не было Придется нам остаться до понедельника Еще выходные Думаю, пойдем гулять в торговый центр Взяли такси, приехали в торговый центр Только зашли, мне звонок из салона Пришли ваши денежки За этот период немножечко осел доллар И, в общем, мой доллар конвертировался в белорусские рубли И, получается, не хватило мне чуть-чуть Мне пришлось еще доплатить рублями У меня было 80 тысяч с собой рубли российскими Я поменял на белорусские рубли По невыгодному курсу там по 30 рублей Ты говорил, что с карты МИР можно снимать в месяц определенную сумму В неделю А, в неделю? Да, самая главная фишка Мне тоже здесь не все знают И Тинькофф меня не предупредил об этом Если на карте МИР у вас не имеет значения рубли российские, доллары Вы просто можете в любой банкомат подойти Не бегать по обмененным пунктам, да? И просто набираете сумму в белорусских рублях и снимаете И этот курс немножко даже выгоднее, чем в обменниках происходит Но фишка в чем? В неделю с карты МИР можно снять не более 500 рублей белорусских Это примерно у нас умножается на 25 примерно, да? Ну, 25 я не знаю, где последний раз курс как раз Вот последние дни, как назло, вот нам Он так подрос, и последний обмен я сделал вообще по 30 рублей 30 копеек Это ты уже в обменник заходил, наличка отдал, правильно? Да, да, в обменник наличка, потому что у меня уже была наличка С карты мы уже что могли поснимали Но с карт мы снимали где-то, да, по 25 Вот, то есть получается с карты МИР Снимать это, ну, выгоднее Выгоднее, да, но немного, 500 рублей И у нас мы думали тогда, окей, у нас 4 карты МИР с собой С каждой по 500 это уже 2000 О, норм, то есть если вы хотите больше снимать Вам просто на всю семью откройте карты МИР, заберите их с собой Снимайте, но я думаю, вот это единственный выход В таких вот жестких этих условиях Вы дали нам все документы, отдали машину, поздравили с покупкой Ну все, мы поехали, поехали праздновать Сняли еще одну квартиру, еще на одну ночь А, вы уже с той квартиры снимали? Ну вечер был, куда нам ехать? За сколько снимали квартиру? Квартиру мы снимали, ну, в пределах, в белорусских рублях 150-170 Вообще скажу честно, что цены в Беларуси, ну, не такие уж и низкие Вроде как, вот я смотрел ютуб, да, и говорят, почему в Беларуси там дешевле машины Потому что у нас маленькие зарплаты, мы их делаем там дешевле, там один элемент покрасить дешевле, чем в России Блин, я с этим нигде не встретился В Беларуси все дороже, продукты, ну, дорого, вот реально дороже, чем мы в Казани живем Я вот, по крайней мере, буду мерить по-казанским этим ценам Что дороже? Да, блин, все дороже, вот все продукты обычные, вот мы покупали домой, я не знаю А, единственное, только знаешь, что колбасы дешевле Вот эти вяленые, мы прям это, из говядины, они вот там дешевле Ягоды дешевле, голубика, которая у них там на болоте растет, да, голубика Мы купили, получается, в российских рублях литровая банка 250 рублей 10 рублей белорусскими, да, а здесь она, блин, стоит, ну, я думаю, раза в 3-4 дороже Литровая банка голубики Ну, а что вот, молоко дороже у них Молоко дороже, я просто сейчас не смогу сравнить, не вспомню, да, цену Мы просто там, когда покупали, мы берем, переводим, блин, да что так дорого И таки думаю, блин, если у вас, уважаемые белорусы, маленькие зарплаты, как вы это все покупаете? Ладно, это, ну, так В общем, друзья, суть в чем? По деньгам Итог, туда нужно ехать Если у вас есть возможность купить наличные доллары, либо они у вас есть дома Да, оставались когда-то, то лучше их везти налом Вам будет проще, вы договоритесь и с любым автосалоном Как говорится, в день в день заключите сделку Никакой головной боли не будет Либо, как вот вариант, у нас было несколько карт Можно везти российские рубли просто Не париться с долларами И там уже с них обналичивать, снимать Но опять же, это много Ну, на какие-то расходы вам хватит А так, только нал, либо нал привозить российские и там в обменниках менять Кстати, на вокзале, когда подходишь в обменник, там подходят мужчины и предлагают более выгодный курс Прямо на ЖД вокзале мы вышли, подошли в обменник, в очередь встали Мужчина подходит, говорит, я меняю, ну, повыгоднее Если в обменнике было там по 30, да, то он по 28 поменял Слушай, а там не предлагают доллары? Нет, доллары не предлагали Ты сколько там был? Сколько дней? И сколько вообще за жилье? В итоге, получается, мы поехали за машиной и думали, там проводим, ну, дня три Там день машина, погуляем там день, отдохнем и поедем домой Мы пробыли там полторы недели, по-моему, 10 дней мы там приторчали Отпуск Да, получился отпуск, мы уже Минск почти без навигатора ездили Минск красивейший город, блин, вот реально Очень понравился, очень понравился, мы в восторге от Минска Денег мы там потратили, ну, я думаю, чуть более 50 тысяч, наверное Если говорить о сервисе, то он немного хромает в Белоруссии Я не знаю почему, либо нам так повезло, в кавычках Куда бы мы ни обращались, там, я не знаю, какие-то в магазинах имели какие-то дела С обслуживающим персоналом, либо в гостинице Ну, очень слабо все И мы, допустим, сняли номер в гостинице Гостиница дороже, чем квартира, кстати, была В гостинице Ну, дали карточку, все нормально, все, поднимайтесь Поднимаешься, у тебя ключ не открывает Снова седьмого этажа спускаешься Она его проводит, не извините, пожалуйста, ничего Идите, проверяйте Поднимаешься, раз, зашел Ну, вот, сердце А мы с ребенком, да, извините Мы туда-сюда вот бегаем И Квартиру снимали Вот у женщины Блин, вообще замечательно И сервис, и все выглажено, выстирено Вся посуда все имеется Я не знаю С заботой все объясняет, разговаривает Но такого сервиса ни в одной гостинице не было Вот как, допустим, участников, да Поэтому, я думаю, стоит обратить внимание Все-таки в первую очередь на квартиры Потому что, ну, во-первых, это удобнее Да, вы там сможете и покушать, приготовить В гостинице нифига нет, кроме кулеров в коридоре Ну, если, конечно, пятизвезд что-то там не будет снимать Но, опять же, кто вам чайник в номер, да, поставит Мы были в гостинице, в которой Холодильник – это опция Ее надо оплатить Ну, ладно, суть не в этом Мы говорим На следующий день мы поняли, что свифт-перевод затянется Говорим, хотим продлить Она говорит, нет, у нас нету У нас приезжают спортсмены У нас все номера, типа, заняты будут Есть только номер с раздельными кроватями А мы взяли номер с одной и двухспальной кровати Я говорю, да какие спортсмены приедут И будут спать на двухспальной кровати Понимаете? То есть, а, номер – это не они нам предложили Это мы уже начали стоять и думать Блин, а какие есть варианты, что нам делать у нас ребенок Заселите куда-то И вот после вот этих она говорит Ну, есть там номер с двухспальной кровати Понимаете, сервис какой? Она не думает о том, чтобы клиентов оставить Как бы, ну, заселить Она думает быстрее выширнуть Да, она действительно такая сидит Нет номеров И такая довольная Что отказала Ну, вот это, да Вот это вот неприятно было просто Нежели вот чем вот у Светланы Мы снимали квартиру, ну, великую женщину У нее там, ребятки, я вам сейчас другую квартиру Здесь у нас уже занята в этот день Вот там сервиса гораздо больше, чем в гостинице Все выставим, выкладывают Даже конфетки на подушках оставляют Ну, чтобы было приятно Не знаю, наплыв россиян очень большой Номеров вообще нету Вот, если честно, квартиру найти непросто Ну, не было такого, что ты звонишь и снял Реально приходилось поискать, позвонить Поспрашивать Ну, вот прям вот Мест нет, мест нет Все забронировано Все забронировано И все в России, куда не придешь Они уже видят, что ты русский Они уже тебя, знаете, как относятся Ничего страшного Вас много, вы все равно будете покупать Вот так говорят, понимаете? Ну, в общем, да, друзья Готовьтесь заранее Не то, что я приеду, я найду там квартиру Нет, вы уже из России Попробуйте по Авито там поискать Пописать, забронировать Это будет проще Вадим, ну, а сейчас расскажи, пожалуйста Какую машину ты изначально искал И прежде чем поехать туда Смотрел ли ты АВБАЙ? Да, конечно, я начал с АВБАЙ Смотрел машины Лайкал их для себя Но ВИН там посмотреть невозможно Потому что регистрироваться на нем Нужно через номер телефона белорусский Российский не получается Поэтому я просто выбрал машину Думаю, приеду Возьму симку Пройду регистрацию И тогда по ВИНам буду смотреть Поначалу хотел 7-местный Смотрел что-нибудь из японцев Хорошие японцы Что-то из семейства Тойоты И Крузаков Они вообще Примерно стоят столько же, сколько и в России Я не видел хороших экземпляров Которые были бы дешевле Там выгодные Видимо машина Это очень ценится Хорошо Ну поехали вообще смотреть, что есть Тогда Ну понятно Мы на второй день уже поняли Что мы встряли С выводом денег И поэтому Уже начали смотреть То, на что хватает Начали смотреть разные машины Ну вот проходя Приехали мы на Малиновка Да, у них по-моему Автомалиновка Автомалиновка Самый вот это Рынок Рынок, да Просто тоже через АВБА Там попадают Типа В салон я позвонил Очень плохо разговаривали По телефону Я просто поехал туда Из-за своего любопытства Из-за того, как разговаривали по телефону Подожди Автосалон или авторынок? Ну авторынок Они У них объявление такое Что мы там салон Не то, что там стоит 30 машин Там 30 частников их продают Не так Эти там 30 машин Они относятся к одной будке К этому салону Ну вот такие дела В общем, я позвонил Разговаривали Очень плохо Грубо Отрывисто Вот так вот Я спрашиваю Как можно рассчитаться Любая оплата Приезжайте здесь Все сделаем Ну приезжайте Все сделаем У меня же вопросы есть Я же клиент Я хочу объяснить Что у меня на карте Деньги-то Приезжайте Я сейчас приеду А ты у меня на другом конце города Да А тебя даже сушить не хотят Не хотят Он говорит Приезжайте Я говорю Подождите У меня на карте доллары Я смогу Переведете на нашу карту Такое Еще что-то Я говорю Подождите Вы сможете Что я вам буду тут рассказывать Все секреты открывать Приезжайте Мы все решим И бросает трубку Ну блин Понятно К такому человеку Не поедешь Но мне-то интересно На сам рынок съездить Я туда поехал Приехал туда Мы начали Жена ходить Интересно Что будет дальше Ради любопытства Набираю номер Я говорю Вот мы приехали Где вы стоите Я говорю Вот тут Не здесь Короче Идите туда Там где выход Там что-то Какую-то шиномонтажку Какого-то Там зеленого что-то цвета Я говорю Подождите Это вот где вот здесь Я вам еще раз говорю Понимаете С таким наездом Спросите у кого-нибудь Все И трубку раз Бросают Ну представляете Это грубо Это пришел Такой человеку Просто деньги отдал Забудь про машину И езжай домой Ну вот такое ощущение Складывается Конечно же Мы не стали искать Эту будку Мы просто начали Ходить по машинам Смотреть Там люди стоят Которые Ну менеджеры По продажам Я так понимаю На этих будках Написано Что там лизинги Там кредиты Все что угодно Они оформляют Ни одной Которая нас По крайней мере Машина Заинтересовала Живой Машины Мы там Не нашли Живой Ну в смысле Ну более-менее Целый кузов Там знаете Вроде стоит Некоторые Сразу видно Можно не подходить Что плохо сделаны Плохо покрашены Есть хорошие Очень был интересный случай Очень интересный случай Мы смотрели Тойоту Это которая Сейчас новенькая Королла В хэтчбеке Красивая такая машинка Жене понравилась Цвет такой голубой Она Блин классно Давай смотреть Но я хожу Визуально не вижу Ничего Думаю Вроде ничего Нормально Мужчина подходит Ваша Да Да Ключи давайте Откроем Там заведем Посмотрим Жена села в машину Я начал ходить Кургом Говорю Давайте Расскажите сразу Что с ней есть Ничего нет Ну По кузову Там какие проблемы Что делалось Он такой Ну Ну ищите Такой Я в смысле ищите Я говорю Ну вы же знаете Ваша машина Сразу расскажите Что будем тратить Ваше время Мое время Я сейчас говорю Каждую машину буду искать Целый день Говорю Потрачу Он говорит Нет Все нормально Я ничего не делал Я вот такую Ее купил Еще что-то Я говорю Жене Вылазь Человек не хочет Рассказывать Про машину Ничего Получается Что найдем То наше Что не найдем То не знаю Она Выходит Мы выходим Ну что вы сразу Такой Ну В общем Он смягчил ситуацию Типа Я вас неправильно понял Еще что-то Да Вот смотрите Я вам дам Толщиномер Я говорю У меня есть свой Он говорит Да ладно Он мне три раза Предложил свой И я понял Почему Друзья Он у него Откалиброван По-другому А ты взял У него Нет Он его достал И говорит Вот смотрите Ты что-то машину Вот И показывает Что там Что там 120 или сколько Ну Не помню Не суть Но Не окрашено Я говорю Так у меня свой есть Я достаю Беру туда И там 430 Там с чем-то Я говорю Ты что Здесь шпаклевка Он сколько показывает Так это же ерунда Я говорю Ну ничего В 4 раза Толще А у него 120 Да Я говорю В 4 раза Толще Чем завод Я говорю Это ерунда Иду дальше Короче Машина в круг покрашена На крыше Прям слой шпаклевки Очень сложно Вот как бы С ними разговаривать Потому что Они такие глаза Круглые делают Да Откуда это Это именно на авторынке Да И частники то же самое Короче Начали ходить Мы много Вот там мы увидели Эквинокса Мы до этого Не рассматривали Эту машину Жена говорит Смотри какой классный Я говорю Слушай Я не могу его выбирать Я про него ничего не знаю Я говорю Давай я дома Погуглю Почитаю Что за моторы Что за коробки Потом Я говорю Примем решение А сегодня Давай просто посмотрим Тоже подходим Там Эквинок смотреть Он говорит Только крыло Одно крашеное Все это Это Бью крыло Ну да Оно крашеное Прохожу Машина в круг Вся крашеное Шпакля нам в багажнике Большая Крыша Тоже со шпаклей Да что ж такое Ни одной целой машины Шевроле Малибу Тоже красивая машина Начали ее Он тоже клянется Что только дверь покрашена И все это Открываем капот Там шов просто Пластилином задел И я такой Он говорит Сейчас я принесу Толщиномер Я говорю Не надо идти за толщиномер Я просто пальцем В шов тыкаю И протыкаю дырку Представляете Ни бита Ни крашена Ну вот так Поэтому Мы походили Посмотрели И уехали оттуда Потому что Вот реально Не знаю Я не скажу За все машины Но из тех Которые нам Нравились Мы не смогли Выбрать ничего В очень плохом состоянии И очень бюджетно Сделано А малиновки Вот этой У меня сложилось Впечатление такое Что там берут машины Прям по цене По низу рынка Вот в хлам Ушатанные Делают их тоже Очень дешево Бюджетно И выставляют Примерно в один ценник Со всеми остальными Потому что Есть частники Которые действительно Покупают машину На продажу Но стараются Выбрать не очень битую Естественно Он получше В нее вкладывается У него маржа Чуть поменьше Чем у этого авторынка Но он ее продает Но она в лучшем состоянии Которую можно купить И ценники Поэтому одинаковые Поэтому цена Она не всегда Вот если типа Сильно будет битая Будет дешевле Не всегда За эту же цену Можно найти Хороший экземпляр А есть вообще ушатанный Смотрел Приехал домой Посмотрел Эквинокса Блин Хорошие машины Моторы Коробки проверены Вроде все уже 1.5 турбо у них 1.5 турбо Есть двухлитровый Но их мало было Вообще в объявлениях Он дает 252 лошади Вот эти две лошади Ни туда ни сюда Как везти его в Россию Коробка Шестиступенчный Честный Гидротрансформатор В шести или девяти В шести Девяти идет На двухлитровом Да Но есть какие-то Отдельные комплектации На полторушке Где есть девять Мне одна такая машина Попалась Но она была Переднеприводная Да Но если уж Кроссовер То он должен быть Наполным Я так считаю Иначе Ну смысл в этом Это просто универсал Нашли очень хорошее Объявление У одного участника Я с ним позвонил Разговаривали 45 минут Я устал с ним разговаривать Если честно Он так радушно Душевно все рассказывал О машине О себе Все хорошо Ну давайте посмотрите Особо не торговался Держал такую цену Марку Договорились О встрече Приехали смотреть Блин Машина в некоторых местах Даже не билась Вот он 2 мм А когда не бьется Это больше 2 мм Шпатли Представляешь В ужасном состоянии машина Ну понятно Пробег смотанный Руль Прямо до дыр затерт Ну в очень Плохом состоянии Фотографии Как будто От другой машины Не соответствуют Всякие истории Рассказывают Эта жена Просто на руки Дезинфицирующее средство Брызгает Поэтому Руль такой Ну Я не знаю Да Мы походили Посмотрели Я уже Вот он продолжает Все рассказывать Сказки про машину Я говорю Все Ну давай так Машина меня разочаровала Как бы Ну все Давайте заканчивать осмотр Мы не будем Это брать Суть в том Что Вы вопросы конечно можете задавать Не ждите на них Правдивых ответов Там Ну я не думаю Что это относится только к белорусам Это везде Да Доверяю Но проверяю Я не пользовался Получается услугами подборщиков Много гуглил Смотрел Как купить автомобиль Понятно Есть какой-то опыт Как у каждого автолюбителя Когда себе покупаешь машину Но Были опасения Потому что Говорили что авторынок Беларуси Он весь битый Ну Потому что гонят Икс аукцион Это битые машины Поэтому старался Подготовиться максимально сам Все таки Ты надейся на других Но сам не плашай Да И поэтому естественно Купил и этот прибор И Видосы много смотрел Советы Что смотреть Как смотреть Как проверять На каких сайтах Кстати Белорусские сайты Для проверки Вот Не открываются Здесь в России Нужен VPN белорусский Это я говорю Про сайт МВД И про таможенную На АВБ Там даже есть Рубрика Как проверить машину Они дают советы Там по пунктам Все у них расписано И Там вплоть даже Какие вопросы Задать продавцу Что посмотреть на машине Прям вот Инструкция И они дают ссылки На сайты Дают ссылки На сайты российские Как проверить По вину Машину в МВД В залоге Она там В движенном Да Имущество Есть ли в каких-то Ограничениях И то же самое Они дают ссылки На белорусские МВД То же самое Сайт таможни Чтобы посмотреть Когда ее растаможили И растаможена ли она вообще А то вы купите машину Которую не растаможили Суть в чем АВБ я выбрал машины Не мог открыть ВИН пока Не получил Не купил симку Белорусскую Я зарегистрировал Смог Открыть ВИН И только Когда я уже находился В Белоруссии Сайт таможни И МВД Они стали для меня Доступными И я уже забивал Вины И проверял И поэтому Из всего списка Который я выбрал Машин здесь В России Он Ужался Да Там если у меня было Штук 30 машин Их стало штук 5 Еще наверное Продались Да Еще Ну это штук 5 Которыми я разговаривал Это туда И которые продались Тоже учет Потом нашли Эквинокс Все прошелся Машина С минимальными Была повреждениями Был помят капот Но капот Не стали ремонтировать Его просто поменяли На новый Толщиномер нигде Шпаклевку не видит Показывает Просто двойной окрас Бампер Понятно Тоже новый Вот в этом месте Был сломан Ну такое ощущение Что попрыгали Вандализм был На машине Все Все фары целые Все остальное Ничего Машина в круг Крыша Все в родном окрасе Единственное Капот получается Двойной окрас У него И нигде Шпакли нет Все понравилось Прокатились Посмотрел Все остальное Агрегаты Ну и вины Как обычно Все Понравилось Решились И сразу же Через 5 дней Купили Ну и сразу Через 5 дней Купили Хорошо Расскажи Про комплектацию Машин Что тут есть Салон на тряпке Для кого-то это плюс Для кого-то минус Кто-то кожу не любит Кто-то наоборот Какой двигатель Какая корова Двигатель у нас Полторушечка Полтора Турбированный Коробочка Шестиступенчатый Гидротрансформатор 170 коней Да 170 коней Машина вообще Пулька Она меня удивила Реально Для кроссовера Вы знаете Нет ощущения Что ты едешь На кроссовере Такое ощущение Что машина Ну Легковая Там Не знаю Там С-класс Какой-нибудь Хэтчбэк Тонну весит Ну Разгоняется легко Очень приемистая Турбинка Подхватывает Уже наверное На полторы тысячи Ну рано Вот этой большой Турбоямы нету Прям везет сразу А давай покажем Спидометр А давай покажем Расход по трассе У меня был Шесть с половиной Вот я до Москвы Ехал По трассе Минской Я ехал 110 Ну 109 Там с разрешенным Максимально На круизе Шесть с половиной До 6.3 Даже спускалась А лучше у меня Результат Сейчас давай посмотрим Так Сейчас посмотрим Наш лучший результат 5.3 был лучший результат На трассе 9.4 это уже город Сейчас пробки Сегодня покатался Немного Ага Смотри Вадим Ты еще сказал Что у тебя спидометр Тут уже в километр в час Вот это да Километр в час Да И он очень точный Есть машины Вот у меня в Санта-Фе было 5 километров плюсом Он показывал Если ты ездишь допустим 40 То на самом деле ты едешь 35 Этот спидометр вообще точный Он Здесь он дублируется электроны Вот смотри Сейчас покажу Вот У них прям Все совпадает Стрелка показывает очень точно И плюс у меня вот Это GPS у тебя да? Радар детектор GPS Тоже скорость совпадает Ну плюс я ехал с навигатором Вот этот спидометр Да До 160 километров Ну у тебя до 160 километров в час Это да? Но на самом деле Это спидометр американский И он в милях час должен показываться Получается Они его просто переделали Да На километр в час перевели Да? Да Я не знаю как Что они сделали Он сейчас показывает Точно прям километры Ну-ну-ну Видите километр в час написано Там в Беларуси Ребята У них все есть И прошивки И все Я вообще рекомендую Если вы возьмете американца И он не будет русифицирован Сделайте все это там на месте Потому что там Они уже все это съели У них все это есть В России вам еще придется Поискать Кто занимается этими машинами Да? Понятно что сейчас Начали делать Chevrolet Вот эти Malibu По-моему в Казахстане Equinox Начали делать По-моему в Узбекистане Если не ошибаюсь Понятно это сейчас потихоньку Начнет заходить на наш рынок Но сегодня Если бы я ее привез На английском языке Я бы ее здесь Не знаю где русифицировал Поэтому И там это все стоит Не очень дорого Машина Часто машины Идут с одним ключом С этого С аукциона Поэтому После покупки машины Я первым делом поехал Поменял масло фильтра Сколько это вышло? Посчитали в районе 6500 В российскими Да В районе 6500 Это 5 литров Оригинального GM масла 5 литров Да? И фильтр Воздушный не менял? Воздушный не меняли Потому что он хороший оказался Ну достали воздушный Не стали покупать Понятно Да С одним ключом Я погуглил Нашел контору Которая делает дубликаты ключей Позвонил Получается я приехал Он из памяти Стер все ключи И прописал заново Мне новые два Мой ключ родной У машины без автозапуска Там всего 3 кнопки Он мне дал этот ключ И теперь у машины Появился еще автозап Ничего себе Да И он прописал новые два ключа И так уже как говорится Душе спокойнее Сколько это вышло? 80 долларов В салоне сказали Что это будет стоить 100-150 долларов В причем месте Правильно? Да Вот мне дали этот ключ И всю манипуляцию Мне пришлось подождать Там Он Нужно Зашел Зарегистрировался Там где-то в Америке Ты получается За 5000 рублей Получил новый ключ И получил еще Автозапуск За 5000 рублей Где в России бы вы это сделали За 5000 рублей Поэтому друзья Если вы берете машину И она американец И с ней нужно Какие-то манипуляции делать Не поленитесь Задержитесь Надей Сделайте все это на месте Потому что там Это вам сделают Просто на раз-два А здесь Надо будет гуглить Все здесь И звонки И навигатор Ты прям едешь Прямо здесь Твой Яндекс Хочешь в телефоне Хочешь здесь Удобно И уже не нужны Держатели для телефона Ты его выкинул Вон туда на полочку И все он здесь показывает Очень хорошо Магнитола Ну звук такой Ну приемлемый Для штатной Звучит Ну приятно Я не такой меломан Я усилители не ставлю Еще что-то У меня в Santa Fe Это было штатное все Чуть помягче звучало Ну звук приятный Удобно Автомат переключается вообще Классно Пассажир не чувствует Я-то еще Как мы водители-то за рулем Все равно ощущаем переключения Тоже еле-еле Ну прекрасно работает Машина меня удивила Ну вот реально удивила Приятно удивила Ааа Тема задних фонарей Пойдем Короче На учет-то мы ее не поставим Да Пока фонари не переделаны Смотрите Красный Красный блин Суть в том Что смотрите Это и габарит И поворотник Одновременно Видите И он еще и стопарь Ага По-моему Да Я сейчас нажму Сейчас посмотрю Да И давай и поворотник включи Короче суть в чем Здесь стоит одна лампочка С одной спиралькой Не как у нас были советские Помнишь раньше Две маленькая Здесь одна спиралька Просто на нее подается разный ток Когда он поворотник Побольше она ярче просто горит Но это одна и та же лампа Вот это место Оно пустое Фара очень легко снимается Здесь два полта И просто выдвигается То есть Здесь уже подготовка есть На Желтой лампочке Там заглушка Которую надо снять Выстрелить пробку И вставить патрон Ну я не знаю От приора Какую-либо На драйв туру Я уже нашел Две рекомендации Две схемы подключения Как это сделать Вот Ну я не знаю У нас то ли занятые все То ли ленивые Электрики в Казани Я уже два дня еще Никто не берется делать Прямо схема Там схема есть Куда провода привезти Откуда взять Куда запитаться И Я бы сам сделал Но я в электронике не шарю Я вот в этих релюшках И сопротивлениях Просто не бум-бум Потому что Там в одном месте Надо что-то из этого поставить А так Ну мало ли что Спалю Понимаешь Я вот Не знаю Два дня В общем суть в том Что Здесь Будут Желтые поворотники Это можно сделать Не надо покупать Фонари Потому что Ну люди там пишут Кто-то за 7 тысяч Купил фонари Я так на скидку Просто на Алиэкспресс Набрал задний фонарь 33 тысячи вышло Да Ну багажник Как обычный кроссовер Он здесь особо Не удивит А вот кстати Оригинальное масло Ну да А там У них они Таскают все С Европой Им проще Подытожим Нужно вести Нал Нужно вести Нал Нужно Уметь смотреть машины Ну обязательно Обязательно Уметь смотреть машины Если все-таки Будет возможность Воспользоваться услугой Подборщиков Если У вас есть К этому доверие Почему бы и нет Я не против этого Но мне не повезло Вот так вот Ну и проверять по сайтам Обязательно Тоже по винам То есть Все что вам доступно Весь этот арсенал Используйте Вот и все А еще Вадим Такой вопрос Напоследок Какие ты с собой Документы привез Машина была ли Сразу снята С учета Скорее всего была Да У меня один парень Спрашивал Ну у меня Да моя машина Из Германии Была вывезена А когда из Америки Машина вывезена На все те же самые документы Которые ты показывал В своем видео У меня немецкий бриф был Вот только кроме брифа Я и хотел сказать Но у тебя какой-то другой Должен быть документ Ничего нету Вот только вот эти таможенные Копии мне дали СТС Так Получается Счет справка Выдает салон Все документы От таможни Как ее растаможили Копия Да Копия Так Договор Купли-продажи Между вами И получается Мной и автосалоном Так Если вы будете Участников покупать То между вами двумя Получается У вас должно быть Два договора Один у вас останется Один уйдет в ГАИ Ну и все Ну и в моем случае А, акт прием-передачи автомобиля От автосалона От автосалона ко мне Да Ну и этот Договор комиссии Мне дали Сказали он Возможно и не понадобится Но дали на всякий случай Не уверен Между владельцем автомобиля Да Того, кто поставил в салон машину на продажу Вот между ними Ну все, друзья Всем пока Удачи вам в покупке машины Пока Выбирайте хорошие автомобили